Аким города Мирам Смогулов лично проверил, как идет модернизация ЖКХ. Глава шахтерской столицы посетил отремонтированные пятиэтажки в центре города. Отметим в Караганде, в рамках программы «Модернизация ЖКХ» отремонтировано 50 жилых домов. Как теперь живется жителям модернизированных хрущевок в материале нашего корреспондента. Домам по проспекту Нуркена-Абдирова уже более 50 лет. Раньше пятиэтажки ничем не отличались от жилых домов Караганды. Обшарпанные стены подъезда, затопленные подвалы, протекающая крыша. Сегодня, после капитального ремонта, проведенного по программе «Модернизация ЖКХ», три дома в этом дворе – самые теплые и экономичные хрущевки в нашем городе. Управляющая компания «Жилсоцсервис», которая провела грандиозную переделку, накануне свою работу показала главе города Мираму Смогулову. Ремонт выполнен с элементами термомодернизации и энергоэффективности. Пластиковые окна и двойные входные двери защищают от утечки тепла. А датчики движения в подъезде экономят электроэнергию. Познакомили градоначальника из АТП, установленной в подвале, который позволяет регулировать подачу тепла в зависимости от температуры воздуха на улице. В итоге жилой дом сэкономит около 20% на энергопотреблении. Это автоматизирование теплового плана. Чем холоднее на улице, тем больше подачи, тем меньше, тем меньше. Мало того, тут получается, что мы еще сделали? Вот это первая ступень. Мирам Аханчич, я хочу объяснить, в чем фишка. Когда на тест дефицита мощности нет до минус 10, первая ступень нагрева идет через сплообменник. То есть обратный трубопровод еще меньше температуры становится. Мы когда запитываем емкости, вода холодная снимает нагрузку с обратного трубопровода. Проблему дефицита воды решили совместно с эргономикой. Вместо обычного насоса, работа которого лишила бы воды соседние дома, применена система накопительных емкостей. Все жильцы сказали, нам вот так надо. Теперь, даже когда воду включили, у них даже суточная запах. Это же хорошо. Преображенными до неузнаваемости домами, Аким Города остался доволен. Потому призывает всех карагандинцев принять участие в программе модернизации ЖКХ. У нас 2500 домов многоэтажных. Мы за два года сделали всего 50 домов. Но это же мало. Поэтому мы будем десятилетиями идти. Очень пока, я считаю, мы медленно идем в этом направлении. Мы должны максимум, минимум делать 100 домов. А максимум 200 домов в год. На это правительство в данное время выделяет средства. Это задание президента. Есть разработанная программа, утвержденная. И мы приглашали специалистов с правительства. Они готовы на Караганду выделять больше средств, если будет желание населения. Тут самое основное, надо переубедить население. Но я думаю, вот эти факторы, они сами за себя говорят. Главное, что довольны и сами жильцы. Такому ремонту не нарадуются. У нас, во-первых, очень текла стена крыша. Воды холодной мы не видали уже года полтора. Вообще не было. Сейчас, слава богу, все хорошо нам сделали. Вода идет в любое время, суток идет. Крыша, ну я думаю, тоже хорошо сделает. Потому что наши мужчины туда лазили, все было нормально. Мы заходим в подъезд, и не хочется домой заходить, потому что мы никак не нарадуемся. И вот этому всему, то, что у нас теперь есть. Затраты на ремонт жилого дома государство будут возмещать в рассрочку сами жители дома. Нужно отметить, что со следующего года, чтобы принять участие в модернизации ЖКХ, жильцам необходимо внести первоначальный взнос в размере 3% от суммы ремонта. Естественно, сразу оплатить такие деньги у многих попросту нет возможности. Потому 3% взнос берет на себя коммунальное предприятие Горкомхоз. После того, как люди согласны на проведение ремонта, заключаем договор с КСК, как органом кондоминиума, и эти 3% предоставляем мы. На эти деньги мы же проводим все вот эти работы, технический аудит, разработка дефектной ведомости, разработка ПСД, проектно-смирной документации, и проведение экспертизы. Все эти затраты собирается брать на себя. Идина Камышова, Тулеген Рашитов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.